Вы смотрите все на матч, я продолжаю. В Лиссабоне стартовал чемпионат мира по мини-футболу в формате 6 на 6. Наша сборная возглавляет мировой рейтинг национальных команд и силу россиян уже на себе испытали футболисты Молдавии. Мы начали турнир с победы со счетом 3-0, а вот как к нему готовились, это интересно, и расскажет об этом Евгений Загитов. Чемпионат мира по футболу 2018. Для многих он, к сожалению, завершился, но для сборной России в формате 6 на 6 только начался. Да, этот формат не менее популярен на всей планете, и что важно, российская команда в нем – действующие чемпионы Европы, плюс действующие чемпионы мира в схожей дисциплине 8 на 8. Здесь все как у команды Черчесова – сборы, спонсоры, тренировки, серьезная подготовка к Мундиалю. И что примечательно, и довольно необычно, контрольные матчи проводились между двумя равноценными составами сборной. Один из которых поехал на чемпионат мира в португальский Лиссабон, другой – в это же время в Венгрию, на не менее важный Кубок Европы. Да, необычно, но тут чиновники не могут между собой договориться, две федерации, каждая считает, что она главная, а мы хотели на два турнира отвезти команду, и, в общем, предварительно подтвердили и на первый турнир на европейский, и на чуть раньше еще на португальский. Но ничего, повезем, два состава у нас настолько талантливая в футбольном плане страна, что мы можем и пять составов равноценных собрать, главное, чтобы Адидас успевал одевать. В Лиссабонском составе потерь нет, никто не травмирован, все готовы к чемпионату. В группу россияне попали интересную и сильную – с Испанией, Молдавией и Пакистаном. Нет, группа нас не удивила, нас удивила логика организаторов, которые лучшую команду мира, в России сейчас возглавляет рейтинг, жеребили по рейтингу FIFA, где сборная России на тот момент находилась, это еще было до чемпионата, 11 на 11 в FIFA, находилась на сеансе там в каком-то месте. Но понятно, что мы в третью корзину угодили, и мы теоретически могли встретиться с теми же испанцами, которые достаточно сильны, будут играть почти дома, но только скорее наоборот, мы бы были, например, в первой корзине, а не во второй. Я наслышан, что Молдова усилилась там игроками премьер-лиги, ну, испанцы есть испанцы, я думаю, а о Пакистане как бы никто ничего не знает. В Молдаване, насколько я знаю, много бывших футболистов, профессиональных, поэтому я думаю, что будет тоже достаточно сильная сборная. Но испанцы всегда сильные, техничные ребята, Пакистан темная лошадка, поэтому, ну, и в любом случае, конечно, надо стараться выходить с первого места, чтобы уже более уверенно идти по всему чемпионату в дальнейшем. Контрольный матч лиссабонский состав провел с равноценным венгерским, тоже с чемпионами мира и Европы в составе. Победителя удалось определить при счете 2-2 лишь в серии пенальти, точнее, буллитов, принятых для такого формата. Удачливее оказались лиссабонцы, что говорит о хорошей готовности команды перед чемпионатом мира, который продлится до 30 сентября. Евгений Загитов, «Все на матч».